Нашего бизнес-саммита будет открывать доклад нашей команды пресейла во главе с Натальей Глебовой, которая расскажет о том, как это технически, физически можно реализовать. Они покажут множество интересных примеров. Ну, предоставляем слово, Наталья. Спасибо. Ну тогда начнем. Для самых пунктуальных. Еще одну минуту. Спасибо. 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 Для такого бодрящего завтрака. Вы слышали множество примеров, как используется GIS. Мы сейчас хотели показать, что есть GIS изнутри немножко. Какие аспекты GIS сейчас актуальны и какие аспекты GIS могут быть полезны именно для вас. Как вы, наверное, уже догадались, мы занимаемся продажей, распространением программного обеспечения из сопутствующих услуг. Компания EZRI занимается этим уже более 40 лет, что накладывает некий отпечаток на нашу деятельность, на наше мышление. Мы хотим сказать, и мы считаем, что GIS, географические информационные системы, это ровно тот класс информационных систем, который отвечает за системы хранения и анализ географической информации. И сейчас, в настоящее время, мне кажется, что мы живем в очень такое необычное время, когда все очень быстро меняется. И вот мы, как поставщики GIS со стажем, видим большое количество возможностей именно сейчас. Прежде чем проступить к платформе, хочу несколько показать интересных предпосылок к этому. Во-первых, мы видим увеличивающуюся потребность в геоинформационных системах, в картографической информации от всех. То есть от большинства людей, современных, которые используют информационные системы в своей жизни. Мне кажется, эту статистику Карлин уже показывала, но очень интересная статистика, что три четверти, более трех четвертей населения, кто работает со смартфонами, используют в том или ином виде географические сервисы даже в своей работе. Для того, чтобы получать направление, строить маршруты, смотреть, что находится поблизости. И получается интересная такая картина с нашей точки зрения. То есть люди уже используют геоинформационные системы в том или ином виде в своей работе, но они еще не используют их как некая системная, как системную корпоративную какую-то платформу. Здесь мы видим для нас, наверное, это представляет большой интерес, поскольку вот такое вот использование разными специалистами разных систем, консюмерских систем, там кто-то использует карты, кто-то использует какие-то сервисы по построению маршрута или логистические. И вот когда на уровне одной организации используются сотни систем, возникает неудобство в работе, и сразу хочется перевести это на следующий уровень. Потому что, как правило, на работе люди, работающие друг с другом, хотят несколько вещей. Они хотят единую корпоративную систему, чтобы все было удобно, чтобы можно было быстро получать доступ к необходимой информации и знать, что твой коллега получает доступ, видит информацию так же, в общем, как и ты. То есть он видит ту же информацию. Сейчас очень большая тема – это получение информации быстро. То есть за три клика мы считаем, что человек может, должен получить то, что ему нужно. Ну, естественно, единообразно для всех, раз мы говорим о корпоративной системе. И так же просто, как использовать айфон. То есть вот бабушки у нас используют айфон, они уже не задумываются, почему она сделала так. Она просто делает. Еще немножко статистики про всеобщую мобильность. Наверное, Карлина это уже говорила. Почти у каждого современного городского человека есть много-много устройств. Все работают с подключением к интернету. У многих есть смартфоны. Это приводит к тому, что работа перестала быть каким-то местом, на которое мы приходим и работаем. Теперь работа для очень многих из нас, она везде. Дома, в командировке, ответить на e-mail, на конференции у партнеров. Везде мы хотим работать в привычной инфраструктуре. И Эзри отвечает на эту потребность. Вот всеми своими действиями, которые на самом деле они проводят уже последние 10 лет, они отвечают на эту потребность тем, что дают возможность каждому сотруднику организации и каждому партнеру этой организации легко исследовать, обмениваться и смотреть на информацию на картах в любое время, с любого устройства. Это наша такая мантра. Мы ее очень пропагандируем. Этот скучный слайд, я знаю, но он и уясняет. То есть он объясняет, как это возможно. Как возможно сделать такую систему, которая дает вам в любом месте, в любое время доступ к информации. На самом деле система, она архитектурно довольно незамудренная. Внизу всегда у нас находятся данные. Данные могут поступать из разных источников. Вы можете их коллекционировать у себя. Вы можете подключаться к чужим сервисам, к подготовленным для вас сервисам. И ту и ту возможность Тезаре предоставляет и активно развивает как свои готовые сервисы, так и возможность их делать. В качестве такой системы управления контентом и этими сервисами у нас используется портал. Он позволяет... Этот может быть портал на уровне онлайна, доступный любому человеку, чтобы человек не задумывался, что это какая-то GIS, с очень простым интерфейсом, с очень простой системой аутентификации, разделения прав и использованием. И в качестве клиентов к вот этой системе мы предлагаем совершенно любые устройства. Это может быть тяжелые клиенты, GIS-специалистов с тысячами функций на настольных компьютерах. Это могут быть простые веб-браузеры, через которые вы так же, как и через тяжелые настольные клиенты, можете создавать карты, анализировать их, управлять данными и совместно работать над проектами, даже через веб-браузеры. И тема последних лет — это устройства. Все мы владеем устройствами, все мы хотим получать информацию через них. Ваша организация GIS может показывать разные свои аспекты. Вы знаете, мы сколько лет работали с географической информацией и всегда считали себя ориентированными на специалистов в обработке географической информации, на маркшейдеров, на нефтяников, на геологов, то есть на тех, для кого нужна большая тяжелая система. EZRE предоставляет, ну это основная группа пользователей была раньше, и предоставляет все инструменты. Однако сейчас, в настоящее время, благодаря вот этой увеличивающейся потребности в географии и увеличивающейся количество инструментов простых, мы открываем для себя совершенно новую планету. Это возможность предоставлять географические сервисы для каждого в организации. Конечно, эти использования GIS, они очень связаны. То есть, когда мы организовали бизнес-саммит, мы думали, ага, сейчас мы будем показывать все вот в этом секторе. То есть мы будем показывать простые примеры, как человек, который специалист в геомаркетинге, в ритейле, в страховании, может использовать GIS, вообще не парясь об этом. Но выясняется, что на каком-то определенном этапе жизненного цикла GIS в организации, организация приходит уже к полноценному использованию GIS, не только к использованию простых приложений на мобильных устройствах, но и к системам управления данными, распределенного хранения, редактирования. И наши заказчики из бизнес-сферы, из банков, из ритейловых компаний, они показывают, да, что это так, что на самом деле они используют GIS уже на полную. Хотя, возможно, варианты. И потом, когда-нибудь, когда вы начинаете внедрять GIS, и чувствуете, что оно приносит свои плоды, от разработчиков мы уже уйти все равно никуда, наверное, не можем, потому что как только дело заходит с интеграцией с вашими внутренними процессами, всегда захотите кастомное, красивое. И здесь Ezra также предоставляет все, что необходимо. Рассмотрим первую группу. Это GIS для серьезных таких специалистов. Здесь Ezra лидер индустрии. Более 43%, мне кажется, рынка пользуются программными продуктами Ezra. Сейчас я просто пробегусь, чтобы не останавливаться. Но что предоставляется? Предоставляются тысячи инструментов анализов. В 2D, в 3D, в растровой информации, векторной. Поддерживаются сотни различных наборов данных. Работать мы можем с этим в настольных клиентах, в мобильных. Для такого пользования поддерживаются различные данные, поступающие онлайн. Мы имеем все инструменты для их интерактивной обработки, визуализации, предоставления пользователям. В последнее время происходит промышленная интеграция с другим программным обеспечением, таким, например, как компания Oasisoft, которая специализируется на поставке данных в режиме реального времени. Мы работаем с 3D. То есть это как бы оно и было всегда в GIS, и вроде как нет, а вроде как это средство визуализации. На самом деле GIS, она позволяет не только отображать данные в 3D, но и проводить полноценный анализ, допустим, затененность, видимость. Это также в всевозможных видах устройств через браузер, в виде сервиса или в виде настольного программного обеспечения. Интересное направление профессионального использования GIS – это планирование. Городское планирование или ландшафтное планирование, которое позволяет разрабатывать разные сюжеты. Работа с геоинформационными, работа с данными и разные варианты развития территории. Естественно, поддерживаем изображения, космические снимки, аэроснимки, растровые карты. И даже видео можем использовать в качестве источника географической информации. То есть здесь все как бы в духе времени. И уже для совершенно специфических, я думаю, групп пользователей существует тяжелые профессиональные GIS-решения, так как решения для создания, допустим, аэронавигационных карт, как решения для дорожного хозяйства, для картографического производства. Их очень много. Почти любая отрасль может найти свое. И сейчас, чтобы немножко разрядить ситуацию, хотели показать, как GIS-специалист, умудренный опытом, может использовать GIS в решении задач, кстати, в бизнес-сфере. Главный специалист нашей компании по таким решениям. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начиная от того, что мы при размещении объекта ищем минимальное расстояние, чтобы нашим клиентам было удобно добираться до объектов. Например, при расположении школ или библиотек можно использовать. Максимизация покрытия, например, пожарные части или отделение полиции. То же самое, максимизация покрытия клиентов нашими объектами, но еще с учетом того, сколько мы можем принять объектов. Например, больницы, где есть сколько места и сколько у нас населения. Минимизация имеющихся у нас объектов с учетом того, что мы покрываем наибольшую зону и привлекаем наибольшее количество конкурентов при минимизации количества объектов. Следующий вариант – это максимизация посещения нашего объекта. Такой вариант хорошо использовать, когда, например, мы знаем, что наш магазин, который мы планируем открыть, он не имеет конкурентов, он какой-то специализированный, рядом нет ближайших таких магазинов. И тот, который мы будем алгоритм сейчас использовать, это охват размещения объектов, оптимизация их размещения для охвата как можно большего доли рынка. Но при этом мы учитываем еще местоположение конкурентов, учитываем привлекательность нашей торговой точки. В данном случае мы учитываем торговую площадь наших торговых точек. И важную роль здесь играет расстояние. В данном случае с увеличением расстояния от торговой точки до клиента вероятность того, что он посетит наш магазин, уменьшается. Мы здесь используем квадратный корень, который для этого показатель наиболее ярко выражен. Это взаимодействие показывает. Также мы зададим здесь 10-минутную пешую доступность, ограничиваем зону нашего магазина, что там в 10 минут человек будет выбирать идти в этот магазин или в другой. Давайте запустим анализ. И так как мы хотим оценить для каждой имеющихся у нас потенциальных точек именно объем населения, население, которое потенциально туда придет, то мы не выбираем их, собственно говоря, из трех. Оцениваем долю каждого, сколько, например, туда, вы видите сейчас, вот этот верхний объект. Он наибольшее число потребителей туда придет с учетом того, что конкуренты оттянули часть на себя потребителей. Я оформил эти данные уже в таком более наглядном виде, показал диаграммами, где находят долю, относительную долю рынка, которая занимает потенциальные наши торговые точки, конкуренты существующие, и рассчитал зону доступности 10-минутную пешеходную, который уже агрегировал всю информацию о имеющихся внутри этой торговой точки потенциальных потребителей и перевел долю в проценты нашего магазина, и получилось, что он закрывает 23%. То есть это наиболее эффективная точка, потому что, допустим, здесь наша торговая точка закрывает, например, 13% от общей доли рынка, а здесь, например, 12%. Но так как не совсем удобно каждый раз запускать такой анализ вручную, я собрал модель геобработки, в которой все эти инструменты, которые я запускал для построения этого анализа, они представлены в виде такой блок-схемы. Довольно-таки простой инструмент для гид-специалистов для его создания. И важно то, что я его представил в виде сервиса, которым мое веб-приложение может быть использовано, и специалист, который уже не имеет понятия о сервисах, о инструментах геобработки, может воспользоваться и оценить, например, объем рынка, занимаемый двумя этими торговыми точками. Соответственно идет расчет, размещение распределения, строятся зоны, все это у нас происходит на сервере. И специалист, который использует это веб-приложение, он совершенно не в курсе всех процессов, которые занимает. Он только знает, например, алгоритм, который применяется здесь. И вы видите, собственно говоря, тот же результат, который у нас был у специалистов, доступен и через веб-приложение. Спасибо большое, Саша. Так Александр одним легким движением руки охватил сразу ту часть аудитории, которая не является знатоком ГИС программного обеспечения. Однако мы посмотрим сейчас, за счет чего, за счет каких средств мы пытаемся достичь аудитории, не специализирующейся на ГИС. На самом деле в эту аудиторию может попадать почти каждый человек в организации, кто может использовать пространственную информацию. Как мы это делаем? Во-первых, доступность ГИС становится все больше и больше за счет развития онлайн-сервисов, онлайн-продуктов, предоставления различных информационных продуктов через веб, на любое устройство, в любое время. Эзрель для этого развивает так называемое свое облако Argus Online, которое позволяет вам использовать программное обеспечение как услугу, то есть запускать это в веб-браузере, и брать уже готовые данные, готовые инструменты, готовые алгоритмы из сервиса. Такое использование ГИС получается дешевле, чем приобретение своей собственной, разворачивание своей собственной системы, и не в пример проще. Для геоцентричных пользователей, естественно, надо отметить, что всегда совместное использование онлайн-ГИС и своей собственной, и получение дополнительных выгод от сюда. Для пользователей НЕГИС-специалистов также Эзра развивает направление готовых приложений, то есть простых, без вот этих тысяч инструментов, один из которых показывал Александр, с очень простыми интерфейсами и заточек на решение частных задач. Таких приложений уже очень много. Вот, наверное, самые востребованные из них – это коллектор приложения для сбора данных с мобильных устройств онлайн и офлайн. Это Operation Dashboard, панель управления, которая позволяет смотреть ключевые показатели эффективности работы вашей организации на картах, с использованием карты, с использованием таких общепринятых графиков, диаграмм и различных виджетов. И еще множество, множество, на самом деле, приложений, которые используются в частных случаях. Они доступны с онлайном, их легко разворачивать, легко использовать. Это может сделать каждый. На бабушках еще не проверяли, но я думаю, что можно. Что еще делает Тезер в направлении ближе к каждому? Развивает направление использования GIS на совершенно различных устройствах. То есть GIS перестала быть тяжелой системой, ее можно запускать с вашего смартфона, если нужно, и пользоваться с планшета, с маков, с Windows компьютеров. То есть совершенно, на самом деле, фактически с любых устройств. По поводу устройств у меня еще была… Помните вот эту статистику, когда 84% людей, ну, 74% людей, которые используют смартфоны, используют географию на них. Это с одной стороны. С другой стороны, вот любая публичная компания, тоже интересный такой факт, которая 10 лет назад была просто обязана иметь свой веб-сайт для того, чтобы выглядеть красиво перед потребителями, перед заказчиками, перед партнерами, фактически сейчас начинается потребность, чтобы эта компания имела приложение нативное для какого-нибудь устройства. То есть, может быть, в России это только начинается, да, мы знаем, что гипермаркеты имеют такие приложения, но вот в Соединенных Штатах это уже такая повальная тенденция. И вот Эзри идет навстречу этой потребности и предлагает не только различные среды, готовые устройства под различные среды, среды для разработки, но и возможность собирать свои нативные приложения из конструкторов, о чем сейчас нам покажет Анастасия. Здравствуйте, слышите меня? Кстати, это Анастасия Наймушина, главнейший специалист по всем устройствам нашей компании. Ну, не по всем. Я хочу сказать несколько слов о новом продукте Эсри, который сейчас доступен только в бета-версии, но тем не менее. Как Наталья уже упоминала, в системе Аргиз Онлайн, используя облачные сервисы, вы можете готовить самые разнообразные картографические приложения, которые могут отображать самые различные данные. Может быть, и информация о ваших объектах, и вот такого типа приложения, где используется изображение, местоположение объекта на карте, описание этого объекта. какие-то маркетинговые мероприятия с рекламой. И вот теперь появился, ну, скоро появится, новый продукт, который называется AppStudio for Argus. С помощью него можно, не владея навыками программирования, создать приложение практически для любого мобильного устройства, под любую платформу. И сейчас я немножко покажу, что здесь предусмотрено для этого. Во-первых, простой мастер, который на основе имеющихся шаблонов, сейчас их пока только три, позволяет создать приложение. Вам потребуется указать вот в этом поле только идентификатор той карты, которая у вас уже опубликована в Argus Online. Далее вы можете выполнить настройки этого приложения, в том числе, естественно, изменить название, описание, добавить свои иконки для этого приложения, выбрать какие-то особенности отображения на устройствах, включить или выключить такие функции, которые будут доступны конечному пользователю. Это вот все относится к использованию приложения на мобильном устройстве. Предусмотрена среда для отладки приложения. То есть вы можете запустить так называемый плеер, который покажет вам, как ваше приложение как бы будет смотреться на мобильном устройстве. И, наконец, когда вас удовлетворяет результат вашей работы, вы можете запустить инструмент, который, собственно, и создает готовое приложение под ту платформу, которая вам нужна. Вы можете выбрать Android, iOS, Linux, Mac, Windows, запускаете запрос на построение приложения и получаете, ну, в зависимости от того, какую платформу вы выбрали, соответствующий, как бы готовый пакет с этим приложением. И дальше вот у меня сделано приложение под Android, которое вы видели в этом плеере. Ну, вот оно здесь отображается. То есть все просто. Если готова карта, буквально за полчаса можно подготовить мобильное приложение для распространения на мобильное устройство. Спасибо. Вы знаете, меня всегда в живых демонстрациях очень радует. С одной стороны, на второе живут, когда версия продукта 1.0.0. Очень счастливы, что мы смогли это представить. Что еще Ezra подготавливает для вас, для того, чтобы вы могли начать пользоваться платформой? Ezra подготавливает огромное количество контента, различных топографических карт, базовых карт, карт улично-дорожной сети, трафика, данных о демографии. Более двух тысяч карт и наборов данных подготовлено компаний Ezra для своих пользователей, которыми можно использовать зачастую бесплатно, зачастую лишь за потребление сервисных кредитов. Они, на самом деле, очень дешевые, ну, как бы в пересчете на стоимость информации очень дешевые. И если эту информацию можно просто смотреть, можно подключать к вашим данным и обогащать данные. Если вдруг информации, существующей в платформе, недостаточно, то здесь мы отвечаем на ваши потребности, мы запускаем проект «Магазин данных», о котором будет рассказано потом. И эти данные вы также сможете использовать совершенно спокойно в рамках платформы. Еще одно направление, которое развивается, это возможность использовать GIS внутри других бизнес-приложений. Внутри, допустим, SAP, IBM, Cognos, Microsoft, Excel. И, на самом деле, достаточно широкие аналитические возможности дают и несомненное удобство, потому что она уже готова, это ставится за секунды и можно сразу использовать. Еще одно, я даже не знала, куда это лучше отнести, в профессиональную среду, либо в группу так называемого непрофессионального использования, но еще конструкторы, то есть это предоставляет много-много конструкторов, которые позволяют создавать ваше мобильное приложение и не только мобильное, веб-приложение, которое на next, next, next мы легко настраиваем, делаем приложение заточенное именно под вашу задачу и можем использовать внутри организации. Вот мы со многими нашими пользователями проходили вот это вот next, 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 и в принципе очень такие интересные возможности открываются. Вот. И сейчас Варвара, потому что покажет как раз ту часть ГИС, которая доступна каждому. Добрый день. Я сейчас буду представлять не ГИС-профессионала. Вот Александр у нас лучший аналитик, Анастасия повелитель мобильных устройств, а я человек, который очень далек от ГИС. Но при этом я тоже хочу создавать карты, потому что я понимаю, что местоположения они важны. Независимо от того, чем я занимаюсь, страхование, бизнес, ритейл, все равно это важно. Давайте посмотрим, что я могу с этим сделать. Итак, у меня, благодаря моим коллегам-аналитикам, есть все-таки некоторые данные. В частности, у меня есть информация по аптекам Москвы, по нескольким сетям. Это обычный файл TXT. Я могу просмотреть его в виде таблички. Все просто. Название аптеки, адрес и широта долгота, то есть где она находится. на карту, просто перетащив их сюда. И у меня уже отображаются точки. При этом, обратите внимание, что уже сейчас у меня все точки разного цвета. Это не просто так. У меня представлены три сети аптек. И это то, что называется умная картография. То есть Argus Online, та самая облачная ГИС, которую мы уже не раз сегодня упоминали, она учится вместе с нами. И она анализирует мои данные, находит в них какие-то особенности и исходя из этого выбирает оптимальный способ отображения. В данном случае она увидела, что у меня есть название для аптеки и таким образом изменила отображение моих объектов. Естественно, я все равно могу управлять этим. В частности, я могу, например, изменить размер, сделать контур светлым, чтобы это выглядело более симпатично и немного настроить прозрачность. Результаты сразу отображаются на карте. И теперь у меня уже есть, в общем-то, готовая карта. Ну, на самом деле, этого мало. Несмотря на то, что я не гис-специалист, я понимаю, что это далеко не все. И, например, если я буду смотреть на всю Москву, вот видите, у меня система даже не отображает специально аптеки, потому что в таком масштабе, в общем-то, это будет непоказательно. Хочется какую-то более интегральную характеристику по районам. Что я могу сделать? Мои коллеги из аналитического отдела также мне предоставили архив с шейпфайлом, где у меня есть районы Москвы и численность населения по ним. Давайте я добавлю эти данные. Я указываю файл, который у меня находится на рабочем столе. Сохраняю исходные объекты и импортирую все данные на карту. Так же, как было с аптеками, у меня анализируются входные данные и уже сейчас, так как есть информация по численности населения, я уже, не делая никаких настроек, могу сразу увидеть, где у меня больше численности населения и уже сделать какие-то выводы. Естественно, я также могу сделать какие-то настройки, например, выбрать более симпатичную шкалу и, предположим, это все, что меня интересует. Но на самом деле информации все-таки немного. То есть у меня есть только численность населения. Если я говорю про аптеки, хотелось бы немного больше данных о тех тратах, которые, предположим, население предполагает на медицину либо еще какую-то финансовую информацию. Аналитики мне с этим помочь не могут, они заняты, у них нет этих данных. Что делать? Облачная система облачная система Аргис Онлайн предоставляет возможность геообогащения. Я могу получить дополнительные данные. Это могут быть различные переменные. В частности, это может быть достаточно подробная статистика о населении, о полувозрастном составе, информация по домохозяйствам или информация о тратах населения. Это могут быть траты на различные продукты, безалкогольные напитки, все, что связано с садоводством или то, что интересует меня сейчас, траты на медицину в том или ином виде. Итак, после того, как я провожу этот анализ, я получаю следующую картину. Те же самые районы Москвы, но для них у меня уже есть дополнительная информация. Давайте посмотрим, что это такое. я могу посмотреть, какие именно траты на медицину у меня были в каждом районе. При этом настройки достаточно гибкие. То есть я могу сдвинуть границу вручную, я могу провести классификацию данных, если я считаю, что мне нужно разбить на классы и картина сразу меняется, я сразу вижу результат. Если я хочу изменить какие-то значения, предположим, у меня есть экспертное предположение о том, что здесь должна быть другая цифра, я просто вбиваю это, либо для более красивого отображения легенды, которую мы видим сразу же, я могу округлить данные и указать, что, например, здесь должно быть значение менее 245 тысяч. предположим, это все, что я хотела сделать, все остальное меня устраивает. Давайте посмотрим, что я уже получила. Если я немного приближусь, у меня также здесь отображаются и мои аптеки, и траты на медицину. В принципе, уже сейчас я могу делать какие-то выводы, но на самом деле хотелось бы еще получить некую интегральную характеристику, то есть в каком районе больше аптек определенной сети и при этом попробовать еще как-то это проанализировать вместе с объемом трат на медицину. Могу ли я это сделать без помощи моих аналитиков? Ответ, конечно, могу. Для этого я буду использовать слой с аптеками и для него выполню достаточно простой анализ. Мне нужно суммировать данные, то есть агрегировать все точки, которые у меня есть, по тем районам, в которые они попадают. То есть я указываю, что меня интересуют границы районов Москвы. При желании я могу добавить статистику, но, к сожалению, у меня никакой информации нет, собственно, поэтому я и занимаюсь сейчас таким анализом. И также я могу указать поле для группировки. В данном случае это будет название аптеки. И у меня будет указано большинство аптек именно для этого района, потому что именно в районе речного вокзала больше всего аптек опять, предположим. Итак, посмотрим, что же у нас в итоге получается. Сейчас у меня картина та же самая, потому что отображение потратом на медицину. Но я могу это изменить, потому что теперь у меня есть также информация о том, каких аптек больше всего в этом районе. Давайте посмотрим. Сейчас я уже вижу, то есть у меня есть некие районы, в которых сконцентрированно преобладают аптеки определенной сети. Но это не вся информация, которую я могу получить. Во-первых, давайте все-таки сделаем немного более красивую карту. То же самое я сделаю и для других символов. В принципе, все, что касается я могу настроить прозрачность. Сейчас она у меня единая, давайте я ее уменьшу, у меня будут очень яркие полигончики. Но я хочу указать, что информация о прозрачности должна браться из дополнительной характеристики по тратам на медицину, которые мы недавно с вами получали. Давайте для того, чтобы более контрастно эта информация отображалась, я даже немного изменю значение. Что мы видим? Мы видим, что для вот этого типа аптек, это у нас аптеки Рига, все данные вымышленные, никакого соответствия реальности, объем трат на медицину максимален, хотя вроде бы районов, в которых преобладают эти аптеки, не так уж и много, а аптеки А5, которые сначала мы видели, что вся карта почти у нас красная, везде аптеки А5, однако же объем трат на медицину невелик. Все это мы смогли сделать с помощью обычного браузера. У меня не было практически никаких данных, отдел аналитиков практически мне не помогал, и как некий специалист я все могу это сделать сама. спасибо за внимание. Класс. Вы знаете, когда появилась эта функциональность, мне кажется, каждый человек в нашей компании начал в нее играть, потому что действительно за несколько минут можно развернуть свои данные таким способом, которым вы даже не думали, что можно представить. тоже очень яркий с прозрачностью. Допустим, еще один замечательный пример с выборами показывали американцы. Сначала они показали, за кого проголосовал тот или иной штат, он был красный и синий, а потом добавили процент проголосовавших за того или иного кандидата прозрачности. И сразу в секунду открылись потенциальные возможности для агиткомпании другого кандидата. Открылось все как есть. Ну и третья сторона, о чем мы говорили в ГИС-платформе, что все же мы должны предоставлять инструменты для разработчиков, потому что как только речь доходит о создании системы, заточенной под вас, разработанной под вас, с автоматизированными процессами, с полной интеграцией, конечно, мы займем разработчиков. Аргитс имеет всевозможные API и инструменты для веб-разработки, для разработки на настольных, устройства для серверной. И мой коллега покажет сейчас неожиданную сторону разработки под Аргитс. ведущий разработчик Иван Михедов. Добрый день, но вначале менее неожиданная сторона, а потом более неожиданная. Доклады, которые вы слышали до этого, были о том, что пользователь, работая в продуктах Аргиз, производит бизнес-анализ. А мой доклад будет о том, что пользователь, используя не продукты Аргиз, а используя свои собственные привычные продукты и встраивая в них карту с помощью логи Аргиз, также производит анализ. Но я говорю о BI-системах, таких как SAP, Excel, IBM Cognos и другие, для которых Ezra выпустила линейку продуктов Ezra Maps. и работая в своей привычной системе, в привычных отчетах или дашбордах этих систем, пользователь может встроить туда карту Аргиз. Причем встраивание происходит без помощи разработчиков, нескольких кликов, настройка этой карты также не требует помощи разработчиков и помощи ГИ-специалистов, потому что все продукты имеют интуитивно понятный интерфейс и легко встраиваются в ваши бизнес-системы. Я покажу на примере IBM Cognos. В IBM Cognos хранятся автоправочные станции на территории Российской Федерации и в отчете Cognos справа вверху мы вывели распределение цен на бензин по топливным компаниям, снизу доли топливных компаний на рынке, а слева мы встроили в привычный отчет IBM Cognos карту ОРГИ с помощью картографического компонента S3 Maps for IBM Cognos. И наши данные, которые хранятся в Cognos, это заправки, можно представить на карте в нескольких различных разрезах. Например, средняя стоимость бензина по субъектам Федерации, как вы сейчас видите. Другой разрез, это непосредственно автозаправочная станция. На предыдущей картинке, как и здесь, чем более красная точка или полигон, тем стоимость бензина больше. Чем менее красная, то есть более зеленая, тем стоимость бензина меньше. Кроме этого, эти же точки можно представить в виде кластеров с круговой диаграммой. Вот, например, так. Это уже более агрегированное представление данных. В данном случае в Cognos хранятся адреса автозаправочных станций и цена на бензин на каждой заправке. А в Аргисе хранятся контура, субъекты Федерации, граница и также подложки. Вот, в данном случае подложка этого базовая карта. И на уровне отчета происходит интеграция этих двух различных данных, географических, которые приходят из Аргиса и негеографических, которые приходят из вашей бизнес-системы. Далее мы можем например выбрать интересующий нас регион, скажем Тверская область. Эти данные со списком регионов тоже приходят из Аргис. И по названию субъекта оттитровать наши данные. Выбираем Тверскую область. И мы видим, что на карте подсветились найденные объекты, а компоненты отчета справа обновились в соответствии с теми заправками, которые подают Тверскую область. То есть вот это такая интерактивность между картой и остальными компонентами отчета. но Эзри выпустила не для всех систем такие коннекторы Эзри Мэпс, которые легко настраиваются с помощью разработчиков. Но если у вас есть какая-то другая система, которая в список не входит, вы можете с помощью разработчиков интегрировать также Аргис и ваш BI на уровне отчета и получить нечто похожее на Эзри Мэпс. Там уже на усмотрение разработчика, что он реализует. В данном случае это интеграция Кликсенс и Аргис. Кликсенс это следующее поколение продуктов клик, после кликвью, более визуально наглядно и удобно для использования. В данном случае в Кликсенс хранятся также автозаправочные станции и в отчете слева я вывожу сверху распределение цен по брендам, снизу доли компаний, диаграмму цена количества заправок и некоторые показатели количества заправочных станций сейчас пока на всей России и минимальная средняя и максимальная цена бензина по всем заправкам. И встроив карту в отчет я вывожу все эти заправки также покрашенные по атрибуту цены на карте. Вот в легенде можно посмотреть к чему соответствует какой цвет какому значению стоимости. Также я добавил на карту слой с АТП автотранспортными предприятиями для того, чтобы засти некий анализ. АТП обозначено пиктограммкой с машинкой. Для более визуальной наглядности сменим базовую карту, скажем, чтобы нас содержало русские подписи. не вижу такой сменилось. пиктограммкой я хочу выбрать интересующий мне АТП, кликнуть по нему и посмотреть, какие же заправки выпадают в зону 20-минутной транспортной доступности. Я выбираю интересующий мне АТП и кликаю. Я ожидаю, что построена зона транспортной доступности и будут выбраны заправочные станции. Вот зона построилась. Обратите внимание, что, во-первых, на карте подсветились выбранные заправки, а во-вторых, отчет слева, он обновился. То есть там теперь уже не все столбики, которые были по всем брендам, а только те, которые соответствуют данной выборке. Далее я могу добавить какую-то новую АТП на карту. Например, здесь я введу адрес Москва, ну, наш адрес нашего офиса, Смольная, 52, строение 6. Сейчас подгрузятся тайлы, но вот уже тайлы долго просто подгружаются, из-за того, что интернет не очень быстрый. Но вот уже заправка найдена. Давайте, может быть, вернемся к более быстрой карте. Вот к этой. заправка была найдена, местоположение было найдено, теперь по этому местоположению я добавляю, давайте еще раз проведем то же самое. Москва, Смольная, 52, строение 6. Найти. Вот она, мне добавилось новое АТП, появился значок с машинкой в этом месте. И теперь я построю то же самое здесь. Сейчас рассчитываю эту зону доступности. Вот, теперь правильно. 93 заправки, выпадающие в эту зону, и также при этом вновились слева компоненты отчета. Но я могу производить интерактивность в обратную сторону, то есть не к карте компонентам отчета кликсенс, а от компонентов отчета к карте. Например, я могу выбрать здесь столбик с заправками BP, кликнуть по нему, и у меня обновятся не только компоненты отчета, но и останутся на карте только заправки надлежащие BP. Вот это такой простой пример интеграции кликсенс и Аргис. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Возможности для разработчиков они неограничены, ограничиваются только вашим воображением. Но что приятно, что Иван не очень много времени потратил на такую интеграцию с кликсенсом. То есть на получение лицензии и понимание, что такое кликсенс, он потратил времени больше, чем на интеграцию двух этих систем в том объеме, в котором сделал. Но на самом деле подходя к концу, что я хочу сказать. В настоящее время основной наверное основной наш принцип в этом бушующем эти мире это принцип является принцип быть гибкими. Мы предлагаем такой подход к внедрению ГИС, что вы можете начать использовать и получать преимущество от ГИС, начиная хоть с веб-браузеров в облаке, хоть с отдельных настольных или мобильных устройств. Благодаря простой возможности настройки конфигурации платформы это можно сделать очень быстро и не обладая специфическими знаниями. А дальше уже развивать ГИС в тех направлениях, которые вам требуются. Развивать все нестандартные процессы, интегрироваться с бизнес-системами и так далее. в этом мы здесь вам помогаем всячески всецело, предоставляя сервис как по обучению, так и технического консалтинга. Вы можете пользоваться услугами специалистов, специальных программ и нашей команды по внедрению программного обеспечения. И дополнительную информацию по сегодняшней теме можно будет подчеркнуть во время мастер-класса после обеда. Всегда общаясь с нами, естественно, на секциях Спроси меня ООО, на нашей конференции, на наших курсах, в общем, будьте с нами. И тоже интересная информация. Сейчас Эзри, начиная с мая, запускает бесплатный онлайн-курс по пространственной аналитике. Он ориентирован совершенно не на ГИС-специалистов, вообще, ну, как бы, на широкий круг людей с бизнес-образованием, работающие в коммерческих структурах. Он, правда, на английском языке, но мы всех, кто немножко владеет, приглашаем присоединиться. Потом, наверное, мы будем адаптировать этот курс под русскоязычное население, но это как бы в будущем. Благодарим за внимание. Спасибо.